Как он, господи, как он в отеле, в ресторане или в булочках менял? Подожди, а как это так получается? Это пуговица или что это? Нет, это кольцо летает, потом оператор снял красиво, у меня пошел дым, а оно не заснялось, но я перевел на лицо. Боже, детеночка такое! Там сейчас в конце будет мое выступление, это самое такое. Как тебе надо этим заниматься? Смотри, у вас эти руки какие! Такое цветное лицо прикольно! Смотри на тебя классно! Вот это да! Это я показывал пустой, в моем, который приехал, показал. Меня так смотрели, вообще удивленно, не понимали, что произошло. Он пришел в этот вейпл и говорит, у вас, по-моему, брак. Он такой, притянул айфон на японе яблоко, говорит, по-моему, у вас брак. И там все в шоке. А почему у тебя, почему у тебя нет полного объединения? То есть это ты сам вообще не придумываешь. Да, то есть вот это по себе сам придуман был. Это конкурс. А почему у тебя нет там полного объединения? Так ты гений типа такого. Ты гений. Ну, в России ребята меня напомнили как гемикмен. Но в России у него он, как у тебя есть ассоциация? Вот это, да. Это я выступаю в России с ассоциалистов. Ну, у тебя есть ассоциалисты. Понятно. Я заняту первое место по России по синической микронаге. Я не буду стесняться, нормально. Вот это Тигран. Ему 22 года. И ты со скольки лет ты стал проводить, ты стал придумывать фокус? Ты не просто… Придумывать я поздно начал, но заниматься начал в 15 лет примерно, в 14 лет. Когда дедушка, мама рассказывала. В день, когда я тебе дедушка дал воду. Показал тебе фокус какой-то. А, да. Это было совсем давно, да. Это было очень давно. Это было давно совсем, да. Я же рассказывал. Ну, а как ты вдруг ощутил, что ты хочешь этим заниматься? Ну, как получилось? Я просто смотрел разные… Я искал себя. То есть, я занимался спортом, бокс, плавание, баскетбол. То есть, разные виды спорта. Пытался найти себя. Потом начал… Где вы таких детей берете? Не знаю. Мама так вот как-то все, пыталась все подпихивала туда, давай, туда, туда, туда. И начал заниматься, когда боксом занимался, ребята показывали с картами фокусы в раздевалке. Потом что-то переросло в что-то большее. Начала мама мне тоже помогать, спонсировать по конкретному. Прям инвестор такой самый сильный. Она в меня вкидывала очень много денег, чтобы я покупал эти разные трюки. Потом я их перестал покупать, стал их сам делать, чтобы понимал, что… Подожди, подожди, мама покупала трюки? Ну да. Есть магазины фокуса. То есть, я начала с того, что я покупал просто магазины с интернет-магазинов, там есть реальный магазин, куда приходишь физически. Я такой сервер вообще слышу. Нет, да. И сколько дорогие такие эти фокусы? Ну там было вплоть до того, что мне мама покупала наклон Майкла Джексона. То есть, я мог наклоняться вперед на сцене и откидываться обратно назад. И это стоило там, по-моему, почти 1000 долларов на те деньги тогда. Ну это был такой типа фокус. Как это? Один из трюков, да. И потом это все комбинируется и получается номер. И я потом понял, что мне нужно делать что-то свое, потому что постоянно так вкидывать деньги, это тоже как игрушки некие. Сейчас я это выключу сам. Вот это, да. Вот это, да. Вот это, вот это у нас, алё, мы ищем таланты. Пока расскажи, как ты в инстаграме выложил фокус. Мам, а выключи, пожалуйста, телевизор. Ага. И? Ты можешь? Ну, фокус в инстаграме я выложил трюк, да. Это было сделано с этим. На инстаграме все я выложил на аккаунте. Видео. Я пытался обратиться, ну, обращаться к разным компаниям, которые продают все эти фокусы. Садись, хочешь садись? Давайте. Ага. Который продавит фокусы. Ну, ну. Да. То есть есть сайт, допустим, Theory Level, есть сайт Illusionist. Там это самые большие, как масс-маркеты, как Amazon или eBay для фокусников. Ты заходишь, там есть разные трюки. Я к ним обращался и пытался выставить один из своих трюков. Чтобы продать? Да. То есть ты стал, подожди минуточку, потому что для человека, который не знает, что это такое, очень сложно. То есть ты стал сам придумывать трюки. Да. А как вообще можно придумать трюки? То есть ты сначала должен увидеть конечный результат, потом придумать, как его, а как? Ну, нет. Просто ты сидишь, допустим, у меня была идея там, что я хочу, чтобы у меня в руках была карта красная, да, там рубашка красной карты, и по счетку, чтобы она менялась на синей. Как это сделать? И вот я пытался додуматься, как сделать метод, чтобы она менялась. Чтобы это получалось. У меня челюсть. Вот это, да. Ага. И я, считай, хотел делать эффект, который визуальный, чтобы не было так, чтобы, как человек там, ну, допустим, в России люди привыкли, что там все фокусы, это в поезде, там запомните карту, вот она 28-ая. Я не хотел, я хотел за это полностью уйти и идти по визуальному, то есть, чтобы все было визуально. То есть, допустим, пример, я там показывал фокусы с деньгами. У меня было несколько купюр в руках, они были номиналом, допустим, по 100 рублей. Я складывал вместе, трес руку, купюры менялись визуально на глазах на другие. То есть, допустим, 1000 рублей. Открывал все купюры, они были по 1000 рублей. Люди могли потрогать. Я с тобой дружу. Пойдем с тобой гулять. Завтра я беру доллар и купюр, и мы с тобой завтра идем по магазинам. Да, да, да. Это реакция была у всех, конечно. И все фокусы были такие, то есть, визуально, чтобы человек сразу видел, что произошло, чтобы у него было впечатление и запоминалось. А можно тебя прервать, на секундочку? А как вообще это можно сделать? Ну, так получилось. Я сидел и думал, как реализовывал этот эффект. То есть, я могу сделать так, могу там что-то порезать, могу там склеить, могу так, чтобы это перевернулось. И вот я пытался дойти до такого эффекта, что человек не понимал, как это было сделано. То есть, ты можешь как-то… ловкость рук до такой жут Cuba. Что ты можешь quê-то… Тут больше, как построение самой battas или карты. Карта должна какая-то специальная. Ты нужно как-то порезать, сделать там, ну, я не хочу всех… Ну, понятно. Нет, нет, все не надо. Да, я готовился так, у меня была некая проблема, потому что я пытался вести некий competition, соревноваться уже не только, чтобы было интересно человеку простому, зрителю, а именно фокусникам, потому что я хотел соревноваться, идти на чемпионаты мира по фокусам, есть фильмы. То есть ты хотел убить фокусников сразу, отнимал? Ну да, так и получилось, я пошел в Российскую стадию иллюзионистов, она у нас была в Москве, на определенном месте, как некий театр, там собирались, и там проводились и конференции, и соревнования, и вот я в 2000... В каком году это было, в 2011 году, по-моему, я занял первое место по... Сколько тебе было лет? Я уже, не помню, 15, 15-14 лет, может быть, было. В 14 лет ты уже победил всех иллюзионистов? Там было порядка 30 с чем-то участников со всей России, да, и я занял первое место по сценической микромагии. Да. Вот это. И потом он появился фокусы... Потом мне было так, что мне обратился фокусник Дэвид Стон, француз, который был тоже на конференции, он был одним из членов жюри, и он у меня спрашивал, как я что-то там сделал, я с ним так же немножко пообщался, и потом вот эта звезда вязала с этими фокусниками, которые жили за границей, и начал им писать уже из России, потом приехав сюда снимал видео, и вот получилось так, что я снял один из роликов, когда у меня была карта в руке, я просто ее встрялся, и она прощается в купюру, и этот визуальный эффект сильно понравился, потому что изменения полностью предмета происходят. Она была вот в такой как бы форме, и купюра открылась в другую форму. То есть, ну, визуально было очень сильно, и, к сожалению, это часто видео, но... Меня поставил лайк Дэвид Блейн, мне пошел комментарий от его... Как его зовут? Дэвид Блейн. То есть, есть, допустим, Дэвид Блейн, есть Дайномо, есть Дэвид Капперфилд, они все почти на одном уровне, только Дэвид Блейн это тот человек, который сделал уличную магию. Он первый, кто начал снимать эти все ТВ-шоу на улице, показывал фокусы людям на улице, то есть вот так вот. И, то есть, ему понравилось, мне его правом рука написала, его один из помощников, он один из человек, который занимается одним из сайтов таких, как для фокусников, то есть... Типа, поделись, 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 поделись как ты, под секретом, как ты это делаешь. Он был в Майами, он был в Майами, и мы с ним встретились, то есть, я показал некоторые свои наработки, он сказал то, что мы даже не по-любому снять с тобой видео, но мне нужно было приехать в Лос-Анджелес. Я этого сделать не смог тогда, и я не помню, там... Потому что я не смогла... Ну, в общем, там были свои моменты. Я еще был молодой, не работал, я не смог это оплатить, короче. Потом меня вызвали на Wizard Wars, это было на телеканале Sci-Fi. Я снял тоже один из эффектов, который был, по сути, невозможный. Я увидел на YouTube ролик одного из фокусников, который сделал трюк с картами. Он подошел на улице к людям в Нью-Йорке, на Тайм-сквуэр, и там был полный видеомонтаж. Он дает одному человеку какую-то карту, потом он их рассыпает и щелкает пальцами, и карты собираются такого некого человека. Видеомонтаж, это не по-настоящему, это можно сделать любой видеомонтаж. Ну, там мне понравилась идея, что из карты собрались некого человечка, который взял потом карту из пола. Он сделал видеомонтаж, а ты решил воплотить это в жизнь? Да, я по итогу это сделал. То есть, я это сделал, и поэтому это краски. Я показал именно два ролика, то есть, как это было на видеомонтаже, что по итогу получилось у меня. И директору понравилось, ну, кто режиссер был всю эту передачу, он сказал, потому что это очень круто, и мы бы так бы это и преподнесли, что ты видел видеомонтаж, и по итогу это реализовал. И они опять-таки тоже позвали туда, к ним, на Лос-Анджелес, но я опять не смог туда поехать. И поэтому, я говорю, если вы мне платите поездку, платите мне гостиницу, я это все организую, безусловно. Я не смогла. Ну, так подожди, получается, что ты им отдал этот секрет бесплатно? Я не отдал секрет, я только сказал, что я это могу сделать. А, то есть, ты не первый секрет с купюры, нет, и ты не отдал им? Нет, первый секрет я отдал. Подарил. Дэйд Блейн, да, по сути, он применил это у себя. И он это стал делать? Он это применил, себя нашел, показал одному из... Но он должен был тебе заплатить за это. Ну, я на тот момент особо ни о чем не думаю. Я думаю, что, о, как круто, что я там с ним пообщался, и вот так это все получилось. Ну, ты понимаешь, что ты уникальный, ты понимаешь, что ты можешь вот на один такой свой фокус... А ты можешь так сейчас пальчик сделать? Ну, допустим, да, один из примеров. Люди все знают, я придумал, я думал, как сделать что-то с руками, да. Все знают фокус с детства, вот этот, когда отрывает пальчик себе, да, там, перешивает его обратно. Я подумал, думаю, как сделать по-другому. Я взял палец с мизницы, можете более даже крупную снимать, я встану. Но если руки до сих пор работают правильно, то этот палец можно просто так вот оторвать и обратно вставить. А еще раз, подожди, плохо получилось. Еще раз. Ничего себе. А на телефон это умереть? А это все это не работает. А как у тебя яблоко? У тебя яблоко двигалось на телефоне? Это можно было сделать на старых телефонов, но на новых телефонов при ней получается. А почему? То есть ты туда ничего не приклеивал? Испортил телефон один. Не поняла. Пришлось испортить один из телефонов. То есть все вот эти трюки, они... То есть это, ну, логически, да, то есть ловкость рук это невозможно сделать. Поэтому это нужно было именно делать такие некие гимики. Я поняла. Я не поняла, но я поняла. Хорошо. Меня в России так ребята и знали, и называли все. То есть есть очень много, только у холезионистов, например, там, Александр Муратаев, Илья Ларионов. Если их в гугле забить или в ютюбе, сейчас сразу выйдет куча роликов. И эти ребята одни из тех, кому я в некоторых трюках помогал. Они мне спрашивали какую-то рекомендацию. И мы совместно придумали какие-то эффекты. И они их по сей день используют. Вот. Я все старался просто, как бы, найти лучшую идею. Я не знал секреты, знал только один человек, который это придумал. И я пытался фокус повторить. То есть, допустим, номер, который я взял первое место, я применял очень много трюков от чемпионов мира по фокусам. Которые выступали на разных кабаре во Франции и в разных странах Европы. Они занимали первые места по фокусам в определенных годах. И я потом брал и копировал их в ней трюки. Это, конечно, нельзя. Но я единственное, кто догадывался, какая-то была сделана. И смог это... Почему нельзя? Подожди. Они же тебе не... Ну, копировать нельзя. Это же то же самое, как копирай. То есть, кто-то придумал эффект, все, это уже за ним стоит. Ну, тоже там... Ты что-то по-другому делаешь, ты по-другому сделал... То есть, эффект то же самое, но ты по-другому это все сделал уже. А вот тот трюк, который был в Нью-Йорке, вот по сбору, у тебя где-то он на видео есть? Да, есть он. А покажи. А тебе не надо вот получать патент на это, на что-то, чтобы это было твое? Да нет. Я там рассказываю что-то, то есть, где-то вообще было другой трюк, и по итогу я сделал вот этот эффект то, что... Убаньки. Да, собралась там, и вот я там карту беру вот такую. Какие-то другие были эффекты еще, ну... Вот это, да, слушай, ну ты... И ты сейчас этим не занимаешься? Вообще нет. У меня просто, у меня в забуду хвалия спорила. Ну, потому что это в данный момент мне никак, ну, не приносит, скажем так. Не приносит деньги. Да, поэтому я постарался поступать в разных местах, куда-то... И что? Постарался выступать, и что? Иллюзионисты, что не... Ну нет, тут... То есть, я не работаю с детьми, я работаю именно со взрослыми, потому что у меня все эффекты сделаны на взрослого человека. У понимания у американской публики тут здесь, да, то есть даже развлечения. У них... Они это видят как для детей, некий аниматор. Ну, так же и в России, то есть есть разные. То есть сейчас это немножко уже стало лучше, и льдонисты реально себя преподают, то есть, ну, на... Не только там на днерождениях и свадьбах, а они выступают тоже непосредственно на презентациях Самсунга или еще какой-то компании. Они могут прийти и что-то оформить, то есть непосредственно под ивент. Понятно. Не, не секрет, я сейчас у меня, получается, две компании, и у меня есть два партнера. В смысле, твои собственные компании? В одной я вице-президент, в другой я маркетинг-директор. То есть, подожди, кто-то создал компанию, а ты там вице-президент. То есть ты исполняешь как бы самую главную роль? Ну, из главных ролей. Второй компанией, я недавно там работаю как маркетинг-директор, и там мы занимаемся непосредственно тюнингом автомобилей, скажу так, то есть более коротко. Там мы делаем рули другие, то есть на машине делаем Carbon Fiber Samples. Вау. А можно прийти посмотреть, что это такое? Да, вот сейчас... И снять можно на видео и сделать как бы... Всем, кому нужно будет, мы сделаем скейтком. Просто интересно, а сколько стоит такое удовольствие? Что ты имеешь в виду, какой файбер там? Carbon Fiber, то есть, ну вот, это вот наш сайт, revocarbon.com. Ага, и что? А какие рули вы делаете? Вот сейчас я покажу, то есть у нас есть непосредственно на более как бы upscale, даже сказал бы, что тут у нас бренды, как Porsche, Mercedes, Audi, BMW, Lamborghini. А, то есть вы на крутых машинах это делаете? Одни из наших клиентов, то есть вы можете видеть, что у человека полностью машина идентифицирована, здесь есть wide body kit. Вот пример одного из рулей, то есть он Carbon Fiber, то есть это полностью измененный руль. Даже его схема, то есть он, видите, уже не ровный, а снизу флагбарм. Вот другой, один из клиентов, у него обновленный руль тоже, то есть это рестайлинговый руль. Вставлена машина 2012 года, а руль от 2015 года машина, то есть мы занимаемся разными такими деталями. Мы делаем тюнинг от разных компаний, непосредственно сейчас работаем с EuroCharge. Но это вам заказывают или вы сами придумываете и предлагаете? Нет, у нас есть разные выборы, то есть у нас есть уже приготовленные модели, и как бы человек выбирает, который больше всего ему нравится, и мы непосредственно можем это уже там... И сколько стоит такой руль? Ну, если машина стоит там под миллион, то, наверное... Не, не подменяем, то есть машина, допустим, зависимость, это можно даже быть не какой-то не АМГ и не ЭМ машина, это может быть простая машина, и он хочет себе классный руль сделать. Но вот, допустим, один из примеров этого сделан на модель из класса, то есть он стоит порядка 1700 долларов. Я просто в этом очень слабо разбегалась. Что в нем такого нового? То, что вот он не круглый? То есть внутренняя часть, тут алькантара, то есть материал, то есть измененный из кожи, алькантара, верхняя часть тоже, это идет Carbon Fiber, снизу Carbon Fiber, тут и снизу он опять-таки не круглый, а какой-то? Да, да, флагбар. И дальше здесь падавшито, то есть это именно те вещи, которые человек переключает. Для меня это немножко сложно, это непонятно. У нас есть экзостры, выхлопы разные, мы потихоньку сейчас добавляем, мы сделаем контракты с компаниями и выходим, то есть добавляем больше товаров, чтобы могли предложить людям. Контракты с компаниями, с производителями? Да, с компаниями, которые занимаются тюнингом, непосредственно производством, ну производство этих рулей происходит в Массачусетсе, то есть непосредственно сделаем партером самым. То есть мы берем рули из машин новые и их полностью режем, там и все вот это делаем с ним, чтобы они приобретали новый вид. То есть некоторым людям это нравится. У нас есть даже рули, у которых есть вставки электронные, то есть человек может сразу видеть, как у него обороты поднимаются, и когда доходят до красной зоны, когда нужно переключить, у него моргает руль. Ну то есть более функциональный руль теперь становится. То есть руль не просто ты им рулишь, а он не просто на переключение на этот, а там плюс еще идет какая-то информация. Многим энтузиастам это нравится, да, и все люди под себя, то есть все люди, которые хотят в машине ехать не с точки А в точку Б, а прям там где-то может быть и превысить, и что-то такое, они все хотят переделать свою машину, делать классные выхлопы, там менять их невизуальные аспекты, да. Что такое выхлопы? Выхлоп на машине, то есть звук, чтобы машина была другой. Дальше у нас есть другая, другой наш... И есть у вас клиенты много или так только начинаете? Нет, компания уже давно активна, и я к ней недавно присоединился. То есть у нас уже база клиентов порядка сотни человек есть, которые уже у нас это приобрели, и потихоньку мы набираем обороты. Вот, другой есть, это компания, это по виртуальной реальности, то есть мы занимаемся непосредственно... Тихо, не пугай меня, не пугай меня по виртуальной реальности. То есть мы делимся экспириенсами, есть примеры, допустим, вот игр, то есть мы можем показать, как бы это выглядело, если бы вы играли в одну из игроков. Это вот с Севестра Салона, фильм про бокс. Я могу туда войти, я могу туда войти и стану... Да? Могу играть. Вот эти вот игры, которые одеваешь на литву. А четыре агэдсеты, и получается непосредственно у тебя игра. Вот как выглядит наше место, это пока некая маленькая точка, как пилотная версия в Лайве. Угу. 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 Дети и взрослые. Все, я теперь поняла, надо, да. С чем им интересно это? Слушай, ну какая интересная работа. Ну тебе ж это... Ну, интересная работа, но при этом мне приходится делать очень много всего. То есть мне приходится и чертить, допустим, планы. Новые локации, мне приходится брать, заходить в приложение. И за там пару дней мне приходится научиться, как это там построить. потом еще то есть получается не знание нужно ты заканчивал что-то у тебя инженерно я не хочу это битвы от я и школы ушел заладить и правильно сделал вот поэтому поэтому потому что ты сапожки поймешь такую школу не я поняла приказ что по школе потому что по университет я хотел дает университет ничего не дает я знаю я хотел бы школе чтобы научиться на стоматолога там сделать потом людям венеры я думал что я дам там если свою жизнь на потом я понял нас жизнь 1 1 окей что я хочу делать я хочу делать так чтобы не было freedom of choice то есть не то что я хочу там свободы либо рада не хочу быть миллионером и тому вам не хочу деньги нет я понимаю что деньги дают только возможность выбора чем больше у тебя как возможности выбора тем уже какой-то мне приятно тебя слушать слушай первый раз такое слышу я такое слышу я всегда выступаю против обучения тем более против сегодняшнего обучения когда пришел она когда пришел интернет когда открыт и когда у тебя такая масса информации тебе обучение школьное вообще любое обучение она просто этот отход древние такое смешное она просто даже жалко людей которые 12 лет школе дети учатся чему по итогу они выходят продолжают учиться дальше там четыре года колледж там это я тоже есть амбиции они понимают что они потом этот учится не будет там зарплата такая определенная они потом выходят реальный мир и получается что что-то отличается или чему-то не готовы не так но у них уже извини меня здоровый лоб тебе 30 лет и только-только-только-только в 30 лет и только-только начинаешь работать врачом 30 лет вся классная жизнь прошла девчонки все прошли именно в юности надо гулять надо надо наслаждаться жизнью а ты ты сидишь в этот это мне так жалко наши дети вообще-то должно быть три класса образования три класса научить читать писать и это все остальное это смотреть допустим ты пошел фокусник он тебе нравится пожалуйста тебе не хватает самому информации помогут ей найти информацию какую-то развиваться вот буквально вот не тратит на образование 20 лет своей жизни и я просто смотрел очень много тоже youtube канал ваш канал очень нравится смотрел очень много мне дал очень много информации про америку так и приехал сюда поэтому очень внимательно слушайте вы по-любому у вас все получится и когда что попало начал ну понимать то что окей я занимался фокусами сейчас нужно что-то менять потому что мне интересы поменялись и каждый год мне что-то добавлялось я разными занимался вещами я тут был и официантом и басаром и я тут работал на мувинге вообще все работы которые возможны я везде переработал и по итогу я понял что окей нужно менять что-то я хочу я послушал много других каналов тоже есть там каналы которые говорят про бизнес и обучают но они очень много воды как бы так называемый доводит то есть они там и о том и осем но по факту каких-то призвок действий нету я посмотрел лишь одного человека который мне просто сделать и страну я услышал от него один совет он сказал то что вам нужно что понять это просто простой каваляцию зайти на калькулятор и почитать сколько дней в году до в году 305 дней правильно мы проживаем сколько лет но в среднем скажем 80 лет мы проживаем да 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 нам дает 29000 это суперская манбит тогда на меня тоже поразило сердце потом я понял что окей это кто количество которое ну возможно я может быть дай бог мне там еще два лишних дня может быть там будет вообще у меня стоит не осталось не то несколько место ну ну это такой вот такая тема но я сделал друга подсчет от мне сейчас 22 года я это можно 365 я понял что я прожил более 7000 дней из того что возможно я еще проживу то есть мне осталось ну порядка 20000 дней и хочу ли я их потратить из этих десяти там ну 10 лет на это обычно не хочу я не хочу тратить уже каждый хочу жить так и понимаю что вот ну и убрать негатив нужно больше радоваться мне поэтому это умничка слушаем понравилось то что вы всегда на позитиве дарить людям позитив и когда человек просыпается утром и говорит у меня проблема какая что ты сможешь и говоришь что какая проблема ой да мне надо пойти заплатить за это да мне надо это да мне у меня там бабушка это разве проблема и потом это обыкновенная жизненная ситуация это не проблема не люди называют вещи не своими именами потом происходит они сами себя зомбируют и они они начинают сами от себя страны да и потом такое угнетение это очень сильно понял почему раз здесь но хотя они тоже присутствует но сама суть есть люди которые понимаешь нужно по-другому немного думать а есть те которые вот мы приняли так что вот но все еще не проблема и вот внешний плохой день они не думают потому что блин а завтра может быть вообще-то да не может быть день плохой никак но не не завтра мы не пробили проблем это как проблема это когда смертельная болезнь это это не проблема даже это надо воспринимать какую-то но на то есть люди которые там не дай бог конечно но то есть инвалиды они на коляске все танцуют правильно не сниматься баскетболом и они взбираются на скалы на которые мы не сбираемся есть они прыгают парашютов есть очень много людей лучи который вообще без рук и без ног человек отрадает лекции он обучали бизнесу и он где мы мотивируем чак без рук и без ног людей мотивирует у всех если руки ноги и там называть это проблем люди там а то снова примеров куча да у нас в том что я понимаю нужно поставить себе цель и вот главное что я заметил еще другое мужчины и женщины да у мужчины это такое что я заметил для себя лично если ты не пишешь себе план на день ты ничего не сделаешь и не будет никого результата для женщин у вас как-то по-другому устроен вы можете допустим вас там есть 5 задач вы можете от 1 5 прогноз 5 на третью закончить 1 а 3 перейти на 4 4 на 2 и вот так вот эти и мужчина у мужчин у нас под бы лично у меня так по крайней мере не так замечаем моих если нету записи на день и ты не выполнил допустим 1 зачетнул пришел ко второму не все забудут там думаешь себе нужно пойти в магазин там то-то ты потом по итогу забудешь 3 там и 5 нужно мужчине каждому записывать выполнять действия зачеркивать перейти к следующему вот я для себя так понял и это что так делать у меня очень пошел быстро прогресс до этого я прям себя не могут так нужен кто-то сделать я просто путался и просто процентов это это кстати в женщин тоже должно быть то же самое просто люди об этом не задумываются вообще план себе когда я училась я когда училась допустим я учила когда политэкономию мы так надо было политэкономии я ее понимал только лишь только лишь схемах для меня чтобы что-то понятия беру карандаш на рисовала схему любой чтобы математику я пишу сам я рисую себе схемы я у меня схемы откладывается в голове у меня не отложится меня только на схему память то есть у каждого свою и я торловно я тоже за самообразование потому что только самообразование ты выходен ты когда находишь что что тебе нравится и начинаешь этим заниматься, ты кайфуешь от того, что, во-первых, ты это нашел, во-вторых, что у тебя есть способность этим заниматься, в-третьих, сколько информации. И ты боишься эту информацию. И у тебя думаешь, Боже, ночью, зачем это ночь? Я мечтала, чтобы не было ночи. Я завидела людям, которые вообще не спят. Боже мой, сколько информации, как хотелось, как хотелось, когда это хочется. А когда тебе мама стоит, говорит, так сынок, пойдешь учиться на стоматолога, ты говорил, мам, я не хочу. И ты не будешь, и ты никогда не к стоматологам. Вот как много значит, когда ты занимаешься тем, что тебе очень интересно. Тут тоже это присутствует, да, и я думаю, что это уже зависит от вас, ну, от ситуации к ситуации, потому что невозможность, там, допустим, родители только у родителей, допустим, уже несколько оленей было там в медицине, да, и там ребенок говорит, я не хочу это, я хочу быть там в титуральной школе учиться, хочу быть актером, но родители будут против этого, это 100%. Хотя некоторые, может быть, поддержат, скажут, давай, то есть тут уже зависит от ситуации, но нужно для себя понимать, что ты хочешь по итогу, то есть это твоя жизнь. И нужно настаивать на этом. Не надо ругаться с родителями, там, драться с ними, но надо сказать, надо гнуть палку в свистину, мама, извини, это моя жизнь, я буду делать так, как я хочу. Я тоже думаю, что можно это не так ставить, а можно по-другому сказать, можно сказать то, что да, я понимаю ваше решение такого, но я хочу вам доказать, что мое, то, мое желание и то, что я хочу заниматься тем, чем я хочу, принесет гораздо больше пользы, чем я занимаюсь тем, что я не хочу, и я буду людей лечить, это, ну, это большая ответственность, и ты не хочешь. Нет, тебе это просто неинтересно, и тебе это это не твое вообще есть люди которые просто катастрофически боятся крови не увидев кровь он просто это не потому что он плохой или там а потому что он не выносит он просто падает в уморок как у с него врач а родители все равно заставляет его на только как раньше при советском союзе лево и лево ручек заставляли писать правой рукой зачем ломать если ты такой человек то есть это хороший пример ну такой вот такие уже тему хоть не знаю я думаю что самое главное это просто постараться прожить свою жизнь так чтобы ты потом оглянулся и тоже не сказал то что там вот я там то это не попробовал это не сделал то не сделал допустим например вот я что хотел себе там определенную машину я понимаю что сейчас мне нелогично купить то сердцем я хочу головы понимаешь что-то не будет неправильно я сделал по-другому я же хотела не проехаться я хотела не покататься доступны если здравия есть разные вещи там дилеры машины старая пошел нашел ту машину не прокатился я себя уже удовлетворил я уже понял что это машине проехался мне головой не стоит я покупать финансов чтобы тащи по большому я не проехаться у меня уже опечатать я знаю как как она едет я захотела не проехаться я не проекту все теперь когда мне будет там 40 лет 50 лет я буду понимать то что в этом я там они никогда не проект так я знаю что я уже не проехался мне уже приятно то есть но как некий такой опять не просто проехался ты же какой-то вывод сделать уже понятно что да она она классно издалека она была классно там на самом деле когда в эксплуатации она немножко мне не подходит тут не так и вот и тут что не так нет глазами я люблю а руками получается что она чуть-чуть не мою лучше сделать и жалеть чем не делать и жалеть то же самое ты хотя когда-то хотела эту газету я так хотела делать начинать делать газету нас там орланда и девять но мне когда подружка ты что это когда это называется и так это убийца инициатива это это самое страшное вообще и сомнения самое страшное что может быть нужно ходить людей я тоже очень я часто слушал дома но все говорят а нужно менять круг общения нужно как общение надо просто никому не говорить то что ты хочешь заниматься своим потому что тысячи людей тебя говорят это это очень верно ты скажешь что-то делать я стал мне очень много друзей с которыми общался до этого который мне так всегда говорили я там начало что делать вот такие проекты которыми сейчас занимаюсь если бы я говорю друзья перед тем как я начинал бы делать мне грибы ты дурак ты что-то куда-то лезешь ты там не заработаешь он делаешь на трак там от раки заработаешь сто процентов там ну я говорю хорошо но те процессы которые выполняю здесь мне более интересно так она тебе греет душу она тебя радует она тебя возбуждает она тебя я когда я что же сам я тоже самое я когда я сама стала изучать юрист юриспруденцию сама просто был случай который меня столкнула я поняла что мне это интересно и вдруг я проснулась и поняла что вся моя жизнь до этого это было просто никому не нужная учеба вообще никому не нужно и я сама учка я дошла до того что я творила такие вещи что люди то есть я родил я просто не знала что я именно нацелена на это я потом получила диплом понятно не раздала экстерном но в собственном мне даже не нужен был бы и ты горишь на этом и ты горишь на этом и ты вот я работала дагарит вот работать 8 часов день приходила на работу я не работала я горела потому что мне надо было я описываю ведомости верховного суда смотрела как это дело запрехать вот это дел я смотрела этот европейский суд я я без кисут весь вот так вот самого начала до конца я конституционный суд все все это было просто горение какой-то я я насытиться не мог нас когда вот головы еще пьет пьет вот пьет пьет не напиток вот такими законов это зима вот тоже самое сейчас у тебя допустим ты чем-то занимаешься ты что же ты горишь на этом ты не работаешь просто получаешь какой-то кайф у тебя это это какой-то сумасшедший стимул и рано или поздно тебе приходят новые какие-то мысли ты потом оттолкнешь от этого руля чего-то у тебя где-то стрельнет и у тебя совершенно новая идея скажем вот это вот это да а если бы не вот это я до этого не дашу у тебя работает всегда голова и ты пони и ты вот работая вот с этими рулями с чем то с чем-то тебя потом стрелю что-то совершенно не связанное может быть но где-то близко к этому и ты просто можешь создать совершенно как илон маск ты просто создаст создашь что то такое что тебя у тебя голова такая то есть это у тебя это тебе щас по камешку складывает и складывается складывается потом выйдет какая-то идея ты может быть покоришь и вообще чем-то совершенно новым один человек который просто по сути переворачивать планету он сделал там даже метро не метро книги сабве в лос-анджелесе это для своих машин тесла они могут подъехать спуститься вниз по туннелю я только не слышала даже сделал он сейчас полностью хочет как некий подземный город в лос-анджелесе чтобы люди могли избегать пробки там же очень много было и пробок он делает так подожди а что для этого надо выкопать тоннель но он уже один сделал ну смысл он копал время такой для под землей а нельзя было это же это же дорогой процесс у него что очень много денег и он спускает там поджать машина спускается на неком лифте вниз там она ты выезжаешь на некие такие рельсы и они стоят наверно на рельс это выезжать на тебя просто машине это просто сидишь не она тебя переводит быстро другой конец там города грубо говоря за там минуту может быть две ты подъезжаешь подъезжаешь сюда место гораздо быстрее вот эти вот эти вот его как сказать его мышление вообще вот этого то что как сказать что мы скоро будем лететь из америки допустим в россию там за 30 минут как перелет и он уже сейчас это реально делает переезды машины и избежать трафик он сделал там новые эти машины для дальнобойщиков то есть он сделал автобусы но как же летающие зачем зачем опять-таки зачем сейчас рейд туннели потому что завтра что на завтра дороге вообще будут не нужны амфибии а ну-ка расскажи уже есть амфибии есть у нас тут майами престижный портс это рядом с улице чуть дальше мкар майами а есть девизка где стоит только макси машины всякие ламборгейни там и когда машина конец и очень очень-очень и они взяли контракт эксклюзивность компании которая сделала самолет и машину в одном месте ты можешь на ней и на воде быть и выехать с аэропорта взлететь и потому что сейчас майами строится в строится аэропорт для летающих машин я покажу тебе я вчера нашла в фейсбуке что в майами начинается уже было сейчас очень сильно разрастается и вообще весь недвижимость то то есть ну скоро будет дорожать очень сильно потому что это устроится сам огромный мол в америке в котором будет и сноубордический склон и будет каток и будет дельфинарии в одном месте я по парк и не хотя просто одну разорвать то что происходит в дисней ворлд они хотят туда перенести это будет находиться около дорола и возможно может то что зайдем в свою виртуальную реальность развлечениями своими интертеймент концептом интересно и плюс допустим билл гейтс он сложил порядка несколько миллиардов долларов недвижимости в эти комьюнити новые которые видели с комьюнити там в три этажа допустим них и свой некий club там люди приходят них и сразу спортзал они помещено платят и инвестор получает каждый месяц там свои суммы то есть ну для таких комьюнити очень сильно разрастаются по майами еще раз расскажи комьюнити что я не поняла новый комьюнити допустим это не рент а лис да то есть ты приходишь и ты не платишь за первый последний месяц а плачешь просто депозит в зависимости своего кредит скоро это может быть 750 долларов это может быть 1000 долларов ну зависит она устраивает ты заплатил и все это и подписываешь контракт на 12 месяцев и проживаешь совершенно новым квартире новой это много это как сделано там хаусы но они большие то есть там примерно может быть в одной части хаусом 20 квартир и что я не поняла к смысла сути не поняла ну суть том что такие вот появляются комьюнити и во форуме где не надо где не надо платить это типа депозит да и то есть многим людям это удобно очень очень много лет сразу заселяется это комитет построен там сразу полное заселение происходит и эти комиссии нас очень много инвесторы как бы ну я поняла теперь поняла надо все мы не разрастается вот эти старые которые были они заменяются и моим перерастает некий мегаполисов я понимаю это будет типа нью-йорк майами чикаго это будут какие основные точки мест куда люди вообще летят ну то есть но ты обратил внимание что очень много людей из калифорнии перебираются сюда да да и и такси сумасшедший происходят в калифорнии и тут уже открывается google офис google google этот как сказать google он уже виртуальный как бы он есть но как это не офис google ну хэдкватер да 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 он есть он есть в калифорнии сейчас он он уже есть здесь уже адрес есть это есть телефоны есть но но он еще как бы он еще пока не существует да 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 и тихонечко и сюда просто будут переходить филиалы как бы филиал будет здесь да ютюбовский все все это прочее прочее и потихонечку калифорния начнет приезжать потому что они она уже сюда потихонечку едет во флории примеры просто в калифорнии заработать миллион долларов ты дашь 300 тысяч долларов ну а законность все делаешь красиво ты дашь 30 и потом жилье там бешеные цены ну да и ты дашь 300 300 тысяч государственного штата там государства а живет в флоре тогда что примерно процентов 10 тут нет подоходного налога у нас да и очень дешевое жилье и очень-очень дешевое жилье потихонечку сейчас курорт в той или допустим где будет строится этот мол огромный это будет называться это будет мол больше чем мол америка то чтобы сам огромного всей америке в майами и все же когда буду ходить с рядом с этим молом поверьте но вы просто запнула но в ценах вырастет очень сильно то что писать в одном моле будет и сноубарлическая площадка и ну каток дельфинарий аквапарка будет огромному просто там вот уже они сразу продумали там в гостинице тоже рядом с молом пуша не понимаешь что были бы при этом ночевке то есть много детям канада техас там все эти штаты они северно сюда прижимом да ну короче говоря я так понимаю что скоро стать тебе супер миллионером миллиардером это однозначно может мы с тобой дружим хотя деньги нам не нужны абсолютно я считаю что все таки когда слишком хорошо когда ты молодой тебе проекты тебе деньги должны для того чтобы куда-то там вкладывать проект но когда уже в моем возрасте хочется просто кайфовать от жизни тут много денег не надо пуша были бы много денег и начала придумывать по там туда подживала жить не 5 и ответственностью все это прочее так взял машину ехал куда-то на далеко и живи себе так чтобы тебе миллиардером мамочка готовьтесь у тебя ребенок удивительный просто а можно мама показать мама у тебя сын просто просто мама очень сильный человек у меня если бы не она я выдам думаю что не был бы таким потому что простой пример как бы ну я не вообще даже близко несколько там богатой семьи или чего-то чтобы добраться до моем то есть многие люди бежать что у них есть деньги они ставят что вкладывают я адреса в селе старопольский рай в селе донском мама меня туда перее просто выдернула с корнями она дотащила нас до москвы она там рвала и металла много давно просто по-сумасшедшему в салоне там везде она работала как могла продвигала узнавала многих знакомых то есть у нас появились знакомые которым я тоже очень сильно благодарен это члены андрея никлюду вы которые нам очень сильно помогли стопе ну как тоже прибраться не что маму зазывали тоже есть они к маму тоже немножко подтолкнули они что позвали не скоростно приехал первый раз с ними я ее сильно подталкивался с помощью ваших видео маму мама очень как бы я скажу такая сильная характером я с ним был пример мама тебя тоже как она как он супер мастер она перетащила мечта то есть я и дико благодаря себя на место не притащила без пинка выборе под зад меня бы ничего не получился мне что мама сначала по-хорошему не понял нападать понял молодец в таком стиле то есть начало хорошо потом пинок и такого как говорится как приятно слушать демона гордая кавказская птица пока не пьешь не полетит слушай ну ты просто сокровищем а теперь такой вопрос хорошо ты же жил в москве все-таки москва там же нифига себе я себе остался тихо-тихо сейчас мы об этом если я в остался москве думаешь я продолжил бы я же пошел в театральную школу опять-таки благодаря маминой подруге у нас круче и сын был моим другом лёшка пошел я с ним общался сейчас уже контакт потерялся что давно включился с ним общаться с ним и он был в конецком корпусе потом его позвали и он снялся фильм резко крепость лёшка пошел там резко крепость фильм был который снял на волей был и после этого понравился сниматься фильмах он пошел китая школу школа 232 прищепленском училище это было под сном бульвара в центре москвы у меня туда позвал я пришел тоже и мне понравилось это я начал там сниму ты снимался ты не жалеешь что-то я у меня хотела спросить москва москва лучшей жизни чем москве нет нет я сейчас понимаю что в любом случае я бы там и там себя доношел ну а все-таки ты не жалеешь что ты сюда переехал мне нет нету гораздо больше возможности и то есть допустим дело те же самые дети которые я делаю тут и дело бы там сравнение финансово там вообще другая история но то что вы тут все-таки безопасность практически стопроцентная по сравнению с это никак не ощущается безопасность вот то что ты чувствуешь себя абсолютно в абсолютной безопасности про плане того что нету взяток не 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 в плане того что если вдруг что-то случилось скоро через пять минут будет полиция через пять минут будет вертолет приобретит тебя спасет конечно потому что безопасности когда когда он мы жили москве я очень переживала очень когда он доедет домой потому что когда он ездит в электричке я знала что многие могут нападать пример мой путь это я садился в автобус доезжал до станции где электричка была садился в электричку ехал в электричке до станции микро я понимаю да 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 потому что там все постоянно что-то случается там как да 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 но там могут на вас просто на то что если его зовут тигран да да не не правда что-то место кинетки студии ахаты не пахты похож на русского то не похож на армянина и все ноги дожди тихо мать но когда мы приехали сюда когда здесь я увидела что подходят полицейские к любым и говорят серым которые сидят там за старбаксом или там что-то еще и которые говорят маску лет а что пьете а ну да и тогда там подобное я я просто спокойно спать я здесь спокойно сплю в москве не спокойно не спала я не могла спать спокойно потому что здесь конечно чувство безопасности пожалуйста все кто там за москву и за путь про него нет но я клянусь я не могла спать ну то что то что то что то конечно практически стопроцентно без понятно и стреляют понятно там и всякая но это крайне ручка потому что он когда в москве я не могла я спокойно не могла но продолжим дальше я даже не начал по поводу москвы место было то есть все таки я зацепила вот это саму болезненную тему то что конечно ну вот нас отношения полиция отношения пожарных отношения в случае то есть тут жизнь человека стоит и стоит очень много тут если где-то что-то тут просто пример допустим если в россии тогда вызываешь скорую кому-то и она добраться не приезжает этом или там задерживаться долго едет и потому что научиться здесь сразу же бред либо пожарная либо полиция при первых кто ближе всего тут и приедет сразу же чтобы хотя хотя в первую помощь как они все это умеет делать и когда вертолеты я когда вы ели вертолет прилетел я просто в шоке было и говорит вот вертолет прилетит сколько он на счет выпишет он тебе жизнь спасет а счет выпишет там даже будешь решать с этим госпиталем либо с вертолетами там они когда спешит много всяких программ да тут очень важно много вариантов на поэтому я плюс такой маленький может быть лайфхак я скажу очень много читал за кредитную историю и за все эти коллективы и т.д. здесь или там здесь в америке сейчас общая система тут все происходит коллектив ну допустим если вот выпали такую ситуацию там вам стало плохо у вас приехала скоро у вас не банка страховки поэтому в обществе сумасшедший счет вы не можете оплатить но не как финансово это вырежет там на 109 тысяч долларов за то что вам когда поднику помощь вы не можете выплачивать вы начали куда платить сумму сколько смогли чтобы заплатили но вас требует 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 ну хава я уже меня не могу там что-то еще договариваться что-то платить и потом больницы которые то вам выписал счет понимаешь что вы не можете оплачивать они берут и продают этот счет collections коллекция коллекция коллекторат те кто забирает этот счет но они уже не федеральная компания это уже получается частная компания открыта кем-то они имеют права тебе звонить они не права тебе звонить они не права забирать у тебя некие деньги чего и они только письма пишет они могут пойти на твой кредит спорно то есть ты превращаясь с компанией которые занимаются кредит скорыми и кредитными историями они могут это просто брать и все это и выбрать баз от этого груза поэтому не бойтесь этого всего вообще главное главное жизнь остается из самого начала когда если допустим кто-то попал в госпиталь и вам выписывают громадный счет там каждом госпитале есть финансы финансы у меня доход не ниже уровня бедности даже они даже не просят документы и они спешат или ты гречес я допустим бездомный и даже не спрашивают документы потому что них очень много людей которые используют из компании этих госпиталя с этим и чтобы разбирать и по итогу они все все эти зарплаты работникам и просто когда ты подходишь ты когда-ка подходишь и горишь я бездомным бездомное имеется что не просто нет дома не в тебя нигде на никто нет где ты живешь вот это я бездомный все они тут же все отправляют на бездомных там есть страховка для бездомных и тебя отпускают все единственно что они могут попросить заплатить 50 долларов могут 200 там 300 тысяч но если у тебя доход ниже уровня бедности ты автом автоматом у меня познакомо делали а вы делали большую операцию по-женски удалили там много кое-что потом химию лечили у нее был доход ниже уровня бедности и она не заплатила ни копейки хотя при этом она была вся бриллиантов у нее громадный дом у него в лексус все это прочее но не дохода не было так что это америка и тут я сама сама богатая страна и тут не буду человека насиловать за того что там ты кому-то что-то должен все практически сразу про если не можешь заплатить то дать я может испортиться и кредитная история но опять таки до того чтобы не портить ее надо подойти к тому органу который выписал тебе счет и просто поговорить вот и все можно очень договариваться но не везде допустим пример тоже у меня помню как только мы приехали может быть на в первый год жили в америке майами у меня была ситуация когда у меня мама ехала с одного из ресторана после дня рождения на там выпил пару бокалов вина и забыл включить свет на машине на полицейский он остановил на момент еще плохо понимала английский она понимала то как искать свое имя как она живет это рядом и но она не могла понять что у нее спрашивал а он объяснил что у вас выключены фары и потом добивался от нее ну вы так понимаю выпили он понимал что на пару бокалов хотел здесь не некий как тест и мама не понимала по итогу это это было поздно это было может 12 но я получу звонок от смартфона и я испугался что полицейские разочи разговаривали со мной с телефоном я был в шоке честно и получился так что это было на той же улице на которой я жил что мама уже подъезжала к дому и он объяснил ситуацию он сразу сказал что успокойтесь мама жива все нормально она немножко выпила я хотел бы чтобы вы сели за руль хотя мне не было неправ ничего не было лет 15 может быть и он сказал ты прибежишь быстро сели за руль и отвезешь мама до дома и спокойно припаркуешься я вас сделала вам некий кортеж с вами и убежу что вы припарковались спокойно и сейф тогда я вам ничего даже не пишу никаких тикетов ничего просто я хочу без ну понятно ваша мама забрала до дома безопасно пример просто вот это это же ну нереально удивительно играет настолько удивительно они по полицейские только ради того что я захоронить его финансово и это было вообще смешно потому что я не понимал может быть тут как еще можно так немножко некий такой но вставить ему в руках так что мне не было заметно я принес с собой 100 долларов я бежал быстро из дома до того места где-то было добежал до машины видит у мамы такая в испуге не понимает что происходит я скажу что все нормально она пересела и я из машины когда уже он подъехал довез нас ну полицейская доехал я вышел машин добежал спасибо вам огромное протянул руку со 100 долларами так спрятал немножко и когда-то видел сказал убери свою руку оттуда он вышел с машины поставил руку на пистолет сквозь ты попробуй сделать такой еще раз мне камеры записывать и утра я реально напишу вам тикеты посажу тебе возможно в тюрьму за это никогда такого не делал и я бы сказал то что у нас в россии просто такое часто происходит поэтому я не ожидал что у вас будет такая реакция хотелось лишь отблагодарить искам не было для меня благодарны что ты ты сам прибежал это все сделка всем ваша мама безопасность у них совершенно другой подход и металл сани даже и не хотят денег они у них все так как они обращаются как они общаются он подходит тебе ситка ну ксив какой-то сопляк да за рулем ангей схвы все тебя называть все все это как бы это вообще они настолько вежливы они они нас называют господин даже шутит надо любя не подходят они в этом вы знаете как быстро в этом ехать двигались ехали там если я знаю за превышение скорости что-то не шутят там и это на него зависимость на кота пойдет бывает таким который там очень тяжелый это сразу понятно приходит он тоже так же здравствуй сэр там все нормально обязательно улыбается обязательно потом просят документы вежливые привежливые я когда-то смотрела тут черная женщина девушка была в конце ее все-таки застрелили как она нарывалась она нарывалась на полицейских она специально она специально провоцировала их у него она видимо была немножко с головой не и в итоге в итоге она в доме забаррикадировалась в дела ребенка собственно в заложники и в итоге и уже так вот она я смотрела эту передачу это мировой показывал и я смотрел эту передачу она записывала видео она остановка короче что-то она нарушала специально подходил полицейский мне ребенок машине и она там на него там и матом перематом а он мэм, please, мэм, be quiet, take it easy. Она орёт, она там ногами что-то бьёт, она открывает двери. Они настолько вежлив, причём она много записывала видео, никогда никто не опустился там до крика, до чего-то. То есть они просто пытаются... Они сейчас эти большие как психологи, они пытаются успокоить, без применения рук или чего-либо. И он говорит, что если там она подкидалась, если вы меня ударите, я вынужден буду вас арестовать за нападение. Пожалуйста, у вас ребёнок в машине, пожалуйста, не делайте. Я вообще, я была в шоке. Но при этом тоже есть ситуация, когда полицейские реагируют слишком резко, они подходят, и там, ну, есть много видео тоже на ютюбе, когда они подходят, и там буквально происходит минута разговора, человек просто там, ну, не задумываясь, не говорит ни о чём, тянется в бардачок, и полицейские реагируют слишком резко, и он стреляет. Это полицейские есть... Это полицейские есть, не всякие... Полицейский не должен быть трусом. Он понимает, да, он понимает, что в этом районе очень много чёрных, и что он может попасть конкретно на какого-то обезумевшего, там, обкуренного, или ещё какого-то чёрного. Такие случаи были раньше, он уже перепуганный. Тут ездит в бардачок, но случай был, и показывали прямо. Тут же на глазах у ребёнка, у его девушки, он его застрелил, нет, там, несколько выстрелов. Да, это было. Но это бывает крайне редко, но это бывает. Но в основном полицейские все, конечно, очень. У меня бывший муж заехал, выезжал, короче, не туда заехал, повернул на встречку, но он уже в таком возрасте дяденька, такой пожилой уже. И полицейский останавливает, он испугался. Ну, сейчас его... Он подъехал к нему, говорит, «Сэр, вы там неправильно едете, повернитесь». Он за ним тоже ехал, чтобы остановил движение, чтобы он перестроился и пожелал нам у счастливой дороги. Такой, пожалуйста, будьте внимательны, пожалуйста, будьте внимательны. Ну, да, то есть мы в совершенно другое отношение. И никаких, ни тикетов, ничего. Особенно к пожилым людям. Отношение вообще удивительное какое-то. Да. Ну, ты не жалеешь, что ты переехала в Америку. Я вообще счастлив. То есть у меня очень признание, насколько менялось. Я даже не знаю, то есть у меня сейчас столько всего происходит в главе, и то есть много действий, которые делал на обе компании. Поэтому мне сейчас даже трудно о таком думать, но я понимаю, что я реально рад, что я сюда приехал. Потому что я занимаюсь тем, что я хочу. И ты можешь сравнить, что здесь, конечно, безумное количество возможностей. Я не понимаю людей, которые живут без дома. То есть я, ну, точнее, может быть, понимаю, но тут человеку, у которого нет там квартиры, чего-то, можно найти возможность любую. Ты можешь пойти в какую-то мою компанию, найти документ, ничего, ты можешь пойти там работать. То есть, ну, возможности просто, они безграничны. Ты можешь делать и там, и ты можешь работать на моюнке, приходить вечером домой, брать там какую-то, купить себе машину, там старенькую, на ней идет Uber-доставка. То есть нужно делать несколько себе source of income. То есть чем больше source of income, и чем больше у тебя пассивных доходов, тем как бы тебе будет более счастливая, ну, такая жизнь, потому что ты будешь более спокоен, более у тебя будет больше времени для того, чтобы ты можешь организовать другие вещи, другие какие-то компании, для каких-то вещи, которые будут просить тебе деньги. Достойные работы, достойные зарплаты, даже самая минимальная зарплата. Да, да. Самая минимальная зарплата, если ты работаешь 8 часов в день, все равно у тебя достойное проживание. Ты на самую минимальную зарплату. Даже комнату там, ужин. Ты можешь себе комнату снять, прекрасную еду иметь, прекраснейшую одежду можешь иметь, конечно, не Gucci, понятное дело. Все очень дешевые кроссовки, он 15-14 долларов, те, которые у нас там стоят 200-300. Да, да. Есть Marshalls, есть очень много. Да, да, да. Приходишь покупать те же брендовые вещи, только за просто там сумасшедшие деньги, копейки вообще. Там скидки очень классные. А если не брендовые вещи, так они вообще стоят там 3 копейки. Может быть, одеть табут, и ни клят, ни мяч жить в шикарном доме с видом на океан, и получая самую-самую мизерную зарплату. А если я чуть-чуть поднапрячься, я получаю чуть больше, чем мизерную зарплату. Просто каждый день свой выбор, допустим. Нам многие же говорят, ой, не приезжайте в Америку, да тут так тяжело жить, да не приезжайте, да живите там. Я вообще, для меня было, мне что, дети только что получили green cards, и я по, я, как сказать, воссоединение с семьёй. Я не спала бы никогда спокойно, зная, что мои дети живут вот там. Это было сравнение здесь и там. Это было, я думаю, у меня было ощущение, что я перед детьми виновата, что ну как бы, они как в тюрьме остались, я на свободе живу. И теперь всё. И когда говорят, да ну что, пусть мои дети живут там, им там хорошо, ну как вообще, как мать может такие вещи, ну как вообще, как это. Нет, тут плохо, тут всё хорошо, никому не верьте, что тут хорошо, тут очень плохо, тут очень тяжело, тут так надо пахать, чтобы там. Я слушаю, думаю, вообще, девочки, вообще, какую пахать. Для меня было очень важно, я, может быть, когда на Муиге работал, у меня такое получилось, для меня некое событие, не знаю почему, но я же до этого занимался фокусами, и я очень много смотрел видео, сдаю только при Филдом, я помню, как он сделал, в честное время, статью, выбрать их, и я никогда не видел вживую, я был в Майами, но я не ездил по штатам, и тут у меня получилось возможность, что я выехал на мувинг, на работа игрушеком, на лоу-дистанс, то есть это на длинной дистанции, мы поехали по всем штатам, я был в Техасе, я был в Аризоне, я был в Мичиган, я был в Теннесси, Сау-Каролайна, Норф-Каролайна, ну вообще там порядка 20 тысяч, чем по штатам, по-моему, я посетил, и мы заезжали в Нью-Джерси, я из Нью-Джерси увидел часть, стачи о Либрити, я просто далека даже увидев, я такой, и у меня почему-то пошло слово, не стачи о Либрити, Либрити ВОК, то есть свободное хождение, то есть вот в Америке они дадут тебе свободу, почему они сделали тут стату, то есть это место для мигрантов, у всех, кто не любит свои там, грубо говоря, как у них там в стране, они просто туда, и они заживут тут свободно, причем абсолютная свобода, страна свободы, то есть вот Америка, и так она и воспринимает, что страна свободы, где ты можешь делать любой выбор, ты можешь делать так, ты можешь делать так, ты можешь учиться, ты можешь не учиться, ты можешь так зарабатывать, то есть и... И ты можешь, и допустим, тебе не нравится эта работа найди другую а вот наше советское социалистическое сознание вот вот он или она устроилась на эту работу и работы там 10 20 30 лет и даже мысли не мелькнет что можно найти работу по душе потому что вот это вот сознание вот это ограниченность не нравится в россии через тоже youtube канал и я вижу немножко меняется там очень много заходит тематик бизнесом это молодежь это только до молодежь да а вот люди моего возраста там допустим даже мамина вот даже вот 40 лет пусть все равно вот 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 какое-то вот прямое вот вот только так или иначе вот и работаешь вот здесь ты должна здесь работать все это что это стабильно чуть-чуть повернешься а вдруг там меньше а вдруг там это а вдруг да мне там будут больше платить а вдруг нет и вот это вот эти сомнения чек работает всю жизнь на определенную зарплату на нелюбимой работе здесь в америке как можно в америке работать на нелюбимой работе на дурту это же америка елки-палки тут тут если хочешь работать мне кажется море море возможности я думаю что где зажимает страх нестабильности у них есть то что они боятся что у них не будет стабильности да и когда работу предлагают в два раза больше оплату но они туда не идут потому что страх от того что а вдруг это сегодня а вдруг завтра тут-то я работаю сколько лет не закрывается вот примеру я грубо так говори не знать я не знаю как у них работает голова и вот они держатся за эту дурацкую стабильность эту нелюбимую работу и говорят еще еще делают видео еще и говорят делают видео и говорят ну что вы в америке да ну что вы думаете что тут так легко заработать да тут легко зар да тут просто вот так вот пальцем вот так раз и заработать у меня внук приехал без без языка вообще без ничего 2021 год и он себе через через четыре месяца купил линкольн линкольн так она вообще там она такая крутая ну да она там какого-то года там 2006 ну так извините с кожанами это это просто так он работать будем или практически на минимальной заработной плате так вот он здесь уже год у него сидите машины и все и он реально может сегодня снимать себе там жилье какой-то на понятном даже пример то есть некий доволос машины примерно есть акшен да то есть копард есть а и очень много наших людей из ссср а выходцы ссср этим занимаются они покупают машины которые есть на аукционах они не так дорого даже за копейки за копейки до 10 процентов от общей суммы машины которые нам когда было новое они там чинишь но они не вот такие прям как раз на развалюхе они берут он допустим бампер фарка ну да 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 чинят их и продают и зарабатывать на каждой машине от полутора до тысячи долларов иногда и больше и то есть ты брал там себе наберешь это 5 машин ты уже все нормально может чувствовать у тебя уже может быть и квартиры и да это вере тут работая когда пришла первый раз я сама шила все время как мы пришли мужу собирался там устраиваться куда-то там этим но неважно на работу ему выдали форму у нее форму выдали были брюки на него длинные и мы пошли на гид поехали я давай тебе сам нет поехали три пары брюк приезжаем вот этот мастерская где под подшивают это 20 долларов стоила подшивка это пожалуйста я могу завтра открыть просто мне это не надо и я буду зарабатывать очень хорошие деньги на этом сидит три человека работают на меня вот так вот зарабатываешь и не только там и там у них там у них кто-то салфетки научить кто-то там это какой-то ресторан там вот это им дают далеко ходить не надо открыл себе ландри где где угодно все купил это оборудование на под оборудование взял в банке кредит пожалуйста и процветаешь до миллионера ты не станешь но тебя на жизнь на прекрасный нас на очень много есть разных направлений и на каждом направлении свой спрос то есть главное зайти в эту нишу где где то есть кому то надо то есть я понимаю кто мой клиент допустим и на руле и опять таки делай то что нравится тебе прежде всего делать то что приносит тебе удовольствие вот еще сейчас это зашел к эту компанию с рулями я машинами прям на горю я машина обожаю и плюс у тебя художественный вкус определенно нереализованный по всей видимости и мне очень нравится сейчас работать с машин потому что я хотел бы с ними быть и вот сейчас меня посчастливилось я зашел и опять как это происходило я не боялся писать я не вас написать вам на youtube-канал я получил от вас респан и у меня это пошло я со всеми допустим как я находил обе эти компании я получил просто через разговор в интернете то есть я не 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 физически встречи с людьми а в интернете общался и потихоньку мне пришло общение там позвонили пообщались понял кто-то кто что как массе какие-то процессы получили скиднув и потом американцы точнее наши этаж к нашему профессор он упадет ни с того не сюда допустим профессор вы издал какую-то книгу и попер там телефона его нет и мы на этом его нет и вот я мне повезло в симферополе мне в этом хозяйственном суде у них там было распространение на украинский переведенный большой труд американского профессора который адвоката бывшему короче и юриспруденция американское право называется книги там все там и хозяйственное право там и частное право и все все-все-все-все-все-все вот такая толстенная книга и там для связи теме мэйла у него есть там телефон какой-то и практический адрес где он преподает я на e-mail у меня была ситуация написала ему на e-mail мне тут же пришел ответ я у него спросила бы вас не у вас нет уже самое такое на русском языке он не отправляет на русском языке перевод ну так в этом в таком виде как в электронном виде а потом ему задаю вопрос я судилась хотела судиться с ютюбом и я задаю ему вопрос такой-то такой-то он мне конкретно отвечает он мне кажется у тебя как бы завышенная самооценка какая-то как это называется когда я беда это есть но ты же как бы ну то есть я все равно попробовала я бы выиграла но я так получилось что я не поехала когда надо было ехать по большими компаниям очень тяжело потому что мне кажется не очень тяжело нет нет не тяжело нет можно переплюнуть любого ревит я еще у меня еще до сих пор от держу в голове я может быть с ними посужусь очень легко это надо просто ну как бы меня 5 не хочу отгазать тайну что там как там ну вот это интересно мне кажется очень хорошо хороший разговор получился мне тоже я так я так приятно видеть такого толкового молодого парня у меня внук такой же возраст я кори что вот если даст бог муж как-то познакомить то толковый мальчик так вот ну так вот удивительно понимаешь вот есть такие люди которые просто посмотришь доказала душу молодой парень да ну что я с тобой говорю как будто бы тебе это 100 лет и как будто бы ты мудрый мудрый дед какой-то который прошел уже 20 жизни а иногда бывает не потому что это потому что я такой склад ума потому что ты жаждешь жаждешь знаний потому что тебе я знаю что ничего не знаю потому что ты всегда знаешь что ничего не знаешь чем больше ты учишься тем больше ты понимаешь что не знаешь и тем больше хочется ты стремишься стремишься стремишь на нельзя обед не обед на это наш боже мой но неужели вот это все мне надо вот это знать и вот это знать когда начинаешь допустим еще когда поймать отец мой привез Большую советскую энциклопедию, там что-то я посмотрела, языкознание, что такое, я пошла туда-туда, и в итоге меня затянуло так, что я потом забыла вообще, почему я, первая причина была, что я сюда заглянула. И ты понимаешь, и ты реально понимаешь, что лучше не трогать, потому что ты понимаешь, что ты вообще ничего не знаешь. У многих есть жажда попить воды, у меня такая жажда, то есть я захожу, ну, у меня почему-то выходит легче не почитать, хотя я хочу себя немножко тоже поменять и начать читать больше, потому что, ну, когда ты прочитаешь, ты свое воображение включишь, или ты по-другому информацию воспримешь. Пока что у меня хватает времени, только там удели себе час-два, я захожу на YouTube, как бы это, ну, не странно было бы, и нахожу информацию, которую мне необходимо узнать. Либо я... Потому что это более... YouTube это более легкая, более быстро воспринимаемая информация. И считать, вот на сегодня, я тоже читатель, я тоже читатель, безумный, я тоже практически не читаю, потому что мне гораздо быстрее найти информацию на YouTube. Или слушать, допустим, электронные книги, я уже не читаю, я их больше слушаю. Две основные книги, которые мне сильно поменяли мышление, это была книга, которая называется «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Это моя дочка, что она... Да, 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 это же вообще... Бах! Да, и другая книга, которая мне понравилась, это... Ну, она такая очень стандартная. Там просто... Слово какое уникальное, сама тема уникальна. Да. Ну, там прям пример, вот, она приходит, вот, как в жизни есть. То есть, ну, сначала говорят, что, ну, что ты делаешь, а потом ты это сделаешь, и говорят, блин, я хочу, как ты. Вот, ну, это... А второе, это то, что книга Роберта Касаки «Богатый, Победный папа» будет. «Богатый папа, бедный папа». Сильно меняет мышление. Я ее сюда привезла, я дала вот в одну семью, у меня девочкой двое деток. Мне мама ее купила, когда мне лет было 10, я вообще не понимаю, что это такое. Удивительная, удивительная книга просто. Ну, так оно и есть, потому что бедный папа научит тебя жить, как бедно. Бедный папа тебе скажет, работай на заводе, сынок, никуда не дергайся, вечером стакан водки, там тот и тот, а богатый папа тебе научит, тебе даст в руки удочку и скажет, вот, сынок, вот, иди, лови ее и будь. И мне очень повезло, что я смотрел очень много разных семинаров, видеосеминаров по обучению для фокусов, они все были на английском языке. Я уже сразу понимал культуру Америки и там услышал… Ты сам выучил английский язык? Да, и вот как раз мне помогло, два совета, все мне спрашивают, как выучить английский язык, я говорю, что нужно смотреть фильмы на английском языке, простые, которые ты понимаешь, действия, как человек, допустим, говорит, вот я смотрю фильм… Тем более с бегущей строкой, со словами. Я без строки, я просто на английском языке смотрел, без русского субтитра, без ничего. Субтитрами, да. И понимал. И смотрел фильм, там всегда говорю, да, он самый простой для меня был, для понимания. И другой я смотрел этот на телеканале «Россия», на ютюбе тоже серия, это 16 фильмов «Полиглот» на английский язык, там вообще идеально… Впервые слышишь. …правила «Полиглот», прямо можно писать «Полиглот», английский язык, там 16 видеоуроков, и я применял то правило, которое мне говорила бабушка моя, то есть моя мама, мама. Она мне постоянно говорила, как стишок учить, ты учишь сначала первую часть, четыре строчки, потом вторую, еще четыре строчки, потом обе, потом добавляешь третью, опять раз, два, три, потом раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять. И вот я так вот и учил, то есть я смотрел урок первый, потом второй, потом первый, второй, потом первый, второй, потом первый, второй, третий, первый, третий, четвертый, и вот так повторял, и оно просто отложилось у меня. Потому что я когда уехал из России, у меня была турка по английскому языку, я вообще не знал. У меня ученица говорила, я там уеду в Америку, она говорит, ты там не проживешь. И я приехал сюда, и я уже понимал людей сразу, я не мог говорить, стеснялся, и правил не знал, как сказать, а выл или там, то есть, ну, что-то все. И мне пригод прям помог именно правила понять. А я училась, я училась тоже, мне все подружки ходят в школу, английские учаи. Говорит, вам не жалко свое время не ехать в класс, ехать в школу, сидеть там, непонятно что. Гораздо проще взять интересную книгу. И мне попался этот, мне попался американский писатель Джон Гришин. И я просто, мне вселенная подослала мне его. И я начинаю, вот детективные адвокатские истории, я начинаю его читать, настолько интересно. Я первую страницу переводила, полстраницы целый день, я плевалась и ругалась. Вот, it's up to you, да? Да, да, да. Вот, it's up to you. Я уже и так, и вот так, ну, хоть ты меня убей. И потом, и самое страшное, когда ты хочешь плюнуть, закрыть, и вообще больше никогда не сдавайся. Никогда не сдавайся, когда тебе очень тяжело. Потому что, если ты сдашься, ты никогда в жизни больше не видишь что-нибудь. И вот второй день, ты понимаешь, что тебе от этой книги тошнит, садишься второй день. И третий день, и вдруг на пятый день ты начинаешь, ты понимаешь, что ты уже читаешь. И ты понимаешь, что вот оно, пять дней бесконечно. И ты все, ты реально начинаешь понимать. И вот какая-то гордость за себя, и ты сама собой гордишься, сама себя любишь. Сама себя на руках носишь, ты думаешь, какой-то кайф. Вот эта вот гордость за себя, она толкает тебя дальше, хочется собой гордиться еще больше и больше. И ты в итоге, я сейчас читаю на английском, давно читаю на английском, как на русском. Я иногда думаю, на каком языке, хотя я читала прекрасно, но я до сих пор еще иногда понимаю. Вот иногда что-то, вот я не все песни я понимаю, они поют я не могу уловить, что она поет. Я так до сих пор тоже слава. Да, и потом бывает какой-то юмор, я не могу понять этого юмора. иногда бывают какие-то фразы которые я не ну вот так просто в разговоре по ним абсолютно все из я слушала радио не смотрел отец внизу не столько я слушала радио я чтобы научить свое ухо вот мне пошло восприятие минут ну как бы через эти семинары и там же говорит услышал очень важную вещь который для себя понял это ты должен себе выбирать пример как ты хочешь то есть кем-то хочешь быть допустим водички хочу пить я сижу так хочу пить уже уже это дальше хоть что-нибудь нашу для себя как я нашу пример я смотрел семинары там учусь одному таков главным правило то что там один фокусик сказал вот ты хочешь но надести там как бы свой стиль фокуса для покажет фокусом выбери себе пример я то понял то что ты идешь за примером который ты хочешь то есть находиться который допустим успешную дат и ты за ним повторяешь его действия либо ты и там Повторяешь, ну, допустим, к примеру, папа не так все хорошо получилось в жизни, да, если я буду повторять его действия, ну, к чему мне приведет? Явно к плохому исходу. Если повторяешь действия человека, который уже успешен, ну, наверняка, с большей вероятностью ты чего-то добьешься. А также эта книга Роберта Киакасаки, он приводит пример человека бедного, человека, который богатый. Бедный бедный бедный, богатый папа. И любимая книга это Чайка, как это, Джонатан? Чайка по имени Джонатан Линдсом, да. Представляешь, наш человек. Вообще наш. Молодые, ну. Вообще, кораллы. Я влюбилась. Я тоже, вообще, я смотрю на него, у меня, на ней мошним светится. Слушай, какой у тебя сын обалденный. Я не могу разлучаться очень. Какой у тебя просто обалденный. Ну, ты просто уникальный, ты, наверное, скромный, ты сама себе так не думаешь, но вообще надо знать свои, как бы, надо знать, что вот я такой классный, что я уникальный. И это... Отпускаю. Все, отпускаю. Все, спасибо большое. Вам спасибо большое, да. Громадное спасибо.